Резкое сокращение поставок газа с Северным потоком – один новый маневр Газпрома в энергетической войне с ЕС. Сначала российский монополист заявлял, что это связано с задержкой ремонта турбины «Симонс», который осуществлялся в Канаде. Однако уже через несколько дней глава компании Алексей Миллер напрямую признал, что хочет Москва. Работы построенного, но так и не запущенного из-за санкций Северного потока-2. Северный поток-2, две нитки находятся под давлением, и газ можно сегодня начинать поставлять в Германию по Северному потоку-2. Он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован. В целом «Газпром» готов снизить поставки для всех своих европейских клиентов на 15-25%. Некоторые компании уже получили предупреждение. На очереди все остальные, даже те, кто таки открыл рублевые счета в «Газпромбанке». Ранее монополист осушил газопровод «Ямал-Европа», значительно снизил поставки через украинскую ГТС и прикрутил подачу по турецкому потоку. Россия пытается максимально повысить цены на газ до зимы. Страны могут столкнуться не только с тем, что цена будет высокая. Это может быть и две, и более тысячи, и может быть и три. Этой зимой нужно быть готовым и к тому, что, как один из вариантов, поставки прекратятся полностью, и нужно будет думать об альтернативных источниках энергии. Поэтому Европейский Союз ищет различные альтернативные источники снабжения, в частности, сжиженного газа. Ставку на ЛНЖ делают и наши соседи – Польша и Словакия. Контракт о диверсификации, который мы заключили для получения газа по добыче в Северном море, замещает 50% потребностей. У нас достаточный запас. Также мы работаем над заполнением подземных хранилищ. Этот процесс должен завершиться к середине июля. На фоне сокращения поставок российского газа, часть государств возвращается к угольной генерации. С начала года европейские страны импортировали из ЮАР на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. Греция увеличивает добычу на своем месторождении бурого угля в регионе Западная Македония. Австрия снова откроет угольную электростанцию в Мелахе, которую вывели из эксплуатации в 2020 году. К использованию угольных тест возвратится и Германия, заявил министр экономики Роберт Хабик. Хотя этот шаг приведет к задержкам в достижении экологических целей страны. Это досадно. Впрочем, в этой ситуации необходимо уменьшить потребление газа. До зимы хранилища должны быть заполнены. Это имеет наивысший приоритет. Министр ожидает, что закон об использовании угля будет принят 8 июля. Также правительство предложит промышленным компаниям стимулы по ограничению потребления природного газа. И ведет газовый аукцион для промышленности. Европейцам придется прикрутить отопление как минимум на несколько градусов. В Европе происходит инфляция. Цены растут. Это чувствует каждый рядовой европеец, британец, Соединенные Штаты Америки тоже. Но я считаю, что мы пройдем этот кризис и он повлечет за собой абсолютное изменение структуры энергетического рынка. Россия никогда не вернется к тем позициям, которые она имела до войны в Украине. Европа должна извлечь уроки компромиссов с Путиным, считают эксперты, чтобы как можно скорее спрыгнуть с кремлевской газовой иглы и вести действенные санкции в энергетическом секторе. Только так режим Кремля возможно лишить основных источников дохода и заставить вести себя цивилизованно.